Итак, ладно, заканчиваем с перерывом и идем дальше смотреть ивентики отношений. Итак, сначала, напомню, мы смотрим ивенты, которые не пойдут в сейф, потом уже все остальные. Так, вы проголосовали за Груне следующим, чтобы у нас был человеком, который как раз не зайдет в сейф. Окей, потом Аарон будет. Ммм, собираешься куда-то сбежать, Груне. Ой, как же это звучит носталгически. Прямо напоминает мне о школьных днях. Да уж, тебя всегда ругал Пол Сенсей за то, что ты прогуливал уроки часто. Ну а ты был типа ученик, что являлся образцом для подражания, как минимум на поверхности. Я отлично, конечно, справлялся со своими обязанностями в студсовете, но все равно тоже любил прогуливать уроки. Единственная разница между тобой и мной, то что тебя никогда не поймали. Просто я знал, когда можно нарушать правила, чтобы тебя не заметили. Ну и куда решил отправиться бывший президент студсовета? Во время школьного фестиваля своих сэмпаев. В зависимости от того, какой будет ответ, может быть я соглашусь пойти с тобой? Эх, ну и ну. А ты действительно никогда не меняешься. Любишь совать свой нос куда не следует. А с другой стороны, думаю, это хорошая возможность. Я буду за рулем. Пошли. Воу-воу-воу-воу. Ого. Это же ультра-роскошный спортивный автомобиль. Слышь, ты когда успел ее достать? Ну, я бы сказал, что... Она просто подходит моим вкусам. Ну, короче, не стесняйся. Пошли покатаемся. Хорошо, ладно. Ну, посмотрим, как она умеет ездить. Ну, ребята, вот, собственно, и машина. Гоня себе ее купил. Так. Хм. Это место... Хм. А вот это сюрприз. Неужели кто-нибудь из твоих любимых артистов выступает здесь сегодня? Нет. Мы сегодня здесь не в качестве зрителей. У меня просто тут назначена встреча с товарищем, который играет. Мы на время забронировали это место для себя, для того, чтобы устроить сессию. Ну, к сожалению, у товарища появились какие-то неотложные дела, поэтому он так и не смог приехать. И вот, это место теперь будет пустовать. пустовать. Раз такое случилось, я собирался всё взять и отменить, однако. Я рад, что ты пошёл со мной. Ты, кстати, как? Всё ещё умеешь играть на гитаре? Ну, полагаю, что последний раз я играл, когда ещё был помощником в клубных мероприятиях. Вряд ли я буду так же хорош, как твой товарищ, музыкант. Ну, тогда беспокоиться не стоит. Я ничего от тебя не жду. Пошли. Да-да. Так, Ван одолжил инструменты в лайфхаусе. Ну, и они вместе с Кин Кидом приступили к тому, чтобы играть на инструментах, а вокруг никого не было. Ничего себе. Те-е-е. А ты неплох. Ты как, довольно часто играешь, Руне? Да ты тоже не так уж и плох. Учитывая, что ты играл только в последний раз, когда был студентом. Слушай, а может мне пригласить тебя как-нибудь, чтобы мы вместе поиграли на концерте? Э, в смысле, когда будут тут какие-нибудь клиенты, что ли? Не теряй внимания. Переходим к следующей песне. Хорошо. Понятно. Значит, ты познакомился с этим твоим товарищем, а скорее товарищами, которые тоже играют в Oracle City, да? Да. Ну, поначалу мы были просто небольшой группой любителей музыки, что начали встречаться в оффлайне. Мы все были из разных слоев общества, с разными характерами, разный возраст. Но в итоге у нас образовалась связь благодаря музыке. Несмотря на то, что у нас у всех плотный график, мы все равно стараемся найти время, чтобы встретиться, поболтать, послушать или сыграть музыку. и когда у нас это получается, мы устраиваем подобные мероприятия. Делай то, что тебе нравится, не чувствуя какое-то давление со стороны. Здорово это, наверное. Честно говоря, я бы никогда не мог себе представить, что у тебя есть такая группа товарищей. Полагаю, всегда есть некоторые моменты, которые ты не знаешь о своем друге, независимо от того, как долго ты дружишь с ним. Неужели это тебя настолько сильно удивило? Вообще-то я считаю себя довольно общительным человеком. И во-первых, нельзя говорить только на одном аспекте личности человека. Даже у меня, у LA, у тебя есть некоторые свои стороны, которые мы еще не показывали друг другу. Разве я не прав? Ну да, я конечно понимаю тебя. Но, тем не менее, мне очень трудно представить, какая у тебя личная жизнь, Ройная. Наверное, причина заключается в том, что ты всегда стараешься не оставлять возможности для фантазий в этом плане. Ну, не так давно моя девушка мне сказала подобные же слова. Наверное, это из-за профессиональной... Из-за того, что я слишком сильно зациклен на работе. Стойте, а ты сегодня ни разу не сказал мне не называть тебя Ройной. Мне это показалось очень странным почему-то. В обычной ситуации ты бы... Ты бы просто взял и отменил бы брони этого лайфхауса. И на этом все закончилось бы. Неужели у тебя что-то с девушкой случилось? Что, серьезно? В смысле, я просто спросил, чтобы убедиться... Полушутку. Полушутку. Ну, как-то так, да. Ну, проблема в том, что с начала этого года у нас не было возможности встретиться. Но, к сожалению, что я могу поделать с этим? Моя должность помощника президента отнимает очень много времени и сил. Я даже не знаю, о чем ты думаешь. Она мне заявила как-то. Понятно. Возможно, ты планировал привезти ее как раз таки на этом своем мероприятии здесь, да? Да. Я хотел познакомить ее... По своими товарищами. Для начала. В таком-то смысле, наверное, даже и хорошо, что в итоге они так и не смогли прийти и все не стало настолько удобно для меня. Ну, как бы то ни было, в итоге мы с нею расстались по обоюдному согласию. Ну, знаешь, это стандартная история, которая происходит между мужчиной и женщиной. Блин. Знаешь, честно говоря, мне было бы, возможно, даже легче, если бы она дала мне пощечину, когда мы расстались. Но она этого не сделала. Что такое? Почему ты молчишь? Неужели типичная история, которая происходит между мужчиной и женщиной, для тебя это нечто слишком сложное? Не нужно смотреть на меня с высока. Нет, ничего подобного. Ладно, перерыв окончен. Сегодня будем играть до предела. Как насчет того, чтобы в следующий раз играть что-то более интенсивное, более безумное, хардкорное? Ну, как насчет панк-рока, который мне нравился, когда я был студентом? А, ты имеешь в виду тот стиль песен, который ты предложил еще на школьном фестивале тогда? Не знаю, это как-то немного по-детски, наверное, будет звучать, но... Ой, да к кому какая разница? Может быть, мы стали более старше, но внутри мы все те же люди. Или неужели басист не сможет угнаться за более красивым и талантливым гитаристом? Ой, все, да ты доигрался. Ну, полагаю, нечто подобное иногда устраивает, но так же и плохо. После этого они начали играть. Они выбрали более интенсивную и тяжелую музыку после перерыва. И не важно, даже если они допускали какие-нибудь ошибки, сбивались с ритма, они просто играли в свое удовольствие. О, блин, это шикарный трек. Ох, наверное, немного перестарался. Мои пальцы все болят. Хех, ну и но. Какой же ты слабак. Тебе действительно стоит взять пару уроков у моих товарищей музыкантов. Некоторые из них намного старше, но с более большим энтузиазмом относятся ко всему этому, чем молодые люди. Некоторые, кстати, из этих ребят занимают довольно важные должности в крупных корпорациях. Да, ну звучит здорово. Кстати, а разве ты таким образом не расширяешь свои связи? Я не знаю, о чем ты говоришь. Ладно, как бы то ни было, мне стало немного легче. Ну, если что, я не против вот так потусить какое-то время. Я знаю, что ты не из тех, кто любит жаловаться на что-то, но если тебе нужно поныть, я готов слушать твое нытье сколько захочешь. Хоть ты у нас тут старший братик, не забывай, что у тебя всегда есть я, Элейн и все остальные, на которых ты можешь положиться. И кроме того, я уверен, что очень скоро ты сможешь встретить кого-нибудь в своей жизни еще. Ну, само собой, ты можешь обратиться ко мне с FOSPG, с этим вопросом я помогу. Что смеешься? Да нет, я просто понял, что я тоже не такой уж и взрослый, как я думал. Просто я никогда не думал, что доживу до того дня, когда со мной будет вот так обращаться Мой плохой младший братик. Да, я действительно вырос. Так, хватит себя вести так, будто ты действительно мой настоящий старший брат. Ну, как бы то ни было, когда ты найдешь себе новую девушку, обязательно познакомь. Круне. Хватит меня так называть. Кстати, а как у тебя там дела продвигаются с Элейн? Или, может быть, у тебя там какое-нибудь развитие с кем-нибудь из твоего офиса? Это не твое дело. И вообще, что-то ты слишком быстро вернулся к прежнему. Хм, да уж. Затем они покинули Лайфхаус. Они потом еще немного поболтали в машине Кинкейда. А затем они вернулись к своим товарищам. Хм. 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 Ну а в итоге он связался с ним и договорился о встрече в переулке возле центральной станции. Хватит уже! Так, ты всё ещё помнишь моё лицо, да? Мы не виделись больше десяти лет, так почему бы тебе не выглядит более счастливым Рони? Не называй меня по этому детскому прозвищу, оно звучит отвратительно. Чем ты себя вообще возомнил, показывая своё лицо тут? Эй, эй, в смысле? Я приехал увидеть своего ребёнка. Просто до меня дошли тут слухи и я приехал в столицу, чтобы сам всё проверить. И всё-таки ты так вырос. Кстати, твоё лицо очень похоже на лицо Юефи. Юефи, да, как-то так читается её имя, имя матери. Не смей произносить имя моей мамы, так легкомысленно. Понятно. Так вот, значит, вот что происходит. Салаш, чего ты это думал? О, ты уже тут? Ну и ну. И что ты тут делаешь? Я что-то не помню, что я говорил тебе, что мы собираемся встретиться. Ну, Салар, так называется форма, в которой превратился Аарон. Такую расшифровку надавали в первой части. Ну, я её больше императором называю или королём. Не думаю, что ты тут единственный, у кого хороший нофс, чтобы вынюхивать подобные им вещи. До меня просто дошли слухи об этом парне, я решил поискать его самостоятельно. А-а-а, Астар, кстати, вот это точно, да-да-да. Вот-вот, Салар, тебе сказал почему. Он тот, кто 40 лет назад превратился в тайкуна, то есть императора, и которого предали и заперли в крепости. Вроде предок. Ну да, это предок типа Аарона, правда это отец или кто. Ладно, сейчас посмотрим. Так, до меня дошли слухи о нём, я решил сам проследить, а найти его. И вот он тут. Оу, братан. Должно быть ты тот самый Сприган, который присматривает за моим сыном, да? Меня зовут Лерой. Я отец Ронни, ну точнее Аарона. Ну да, если это 40 лет назад, то это его дед, он как-то, да. Спасибо за то, что всегда заботишься о моём сыне. Ну, пожалуйста. Меня зовут Ван Аркрайт. Так, а ну перестань вести себя тут, как мой отец. А тебе не нужно вообще даже с ним разговаривать. Да ладно, расслабься ты. Если твой работодатель пришёл, это тоже замечательно. Так вот. Причина, по которой я на самом деле приехал в столицу. Пожалуйста. Не могли бы вы одолжить мне миру? Я тут задолжал большое количество денег очень плохим людям. И они меня сейчас преследуют. Если я не верну хотя бы проценты, как можно скорее, то окажусь на дне. Залива эдита. Что это ещё добавить? Ну же. Пожалуйста. Ронни. Мы же всё-таки отец и сын. Это единственное, на кого я могу рассчитывать. Ну если как бы у тебя нету сейчас мира, то ты можешь попросить аванс у своего работодателя. Разве не так? Ну же. Если понадобится, я буду молить его вместе с тобой на колени. Хватит уже. Кусок ты дерьмо. Ты ничуть не изменился за это время. Ты и понятия не имеешь, как сильно страдала моя мама из-за тебя. Чтобы я тебя больше никогда не видел в своей жизни. Понял? Вали отсюда. Понятно. Ну ладно. Тогда у меня выбора нет. Ну что ж, тогда у меня больше тут никаких дел нету. Увидимся, братан. Если ты хочешь где-то спрятаться, можешь отправиться в район тёмных фонарей. Там очень много таких людей, как ты. Да, до меня доходили слухи об этом месте. И похоже это место идеально мне подойдёт. Да вроде говорил, что у тебя отца с рождения не было. Ну да, не было. Я никогда этот кусок дерьма не считал отцом. Моя мама была лучшей актрисой театра в Восточном квартале. Этот ублюдок тратил все заработанные деньги её на выпивку и азартные игры. Из-за него она была несчастной. Ну, в итоге он нажил себе врагов в лице членов семьи Лу. И в итоге его выгнали из яркого города. Это случилось, когда мне было где-то 6 лет. На самом деле это то ещё безумие. Встретиться сегодня, вот здесь, спустя 10 лет таким образом. Ну, по крайней мере, теперь я точно могу сказать, что ты на него не похож сильно. Хотя, единственное, что выдаёт вас как родственников, это то, что бед волос похожий. Это меня злит ещё больше. Меня так бесит тот факт, что в моих жилах течёт кровь этого ублюдка. Почему моя мама вообще начала встречаться с этим ублюдком? Мне всё же интересно, почему он приехал в столицу именно сейчас, именно сегодня. Э, в смысле? Он же сам только что сказал. Он просто хотел одолжить миры. И он решил обратиться к своему сыну, которого не видел больше 10 лет. И он, скорее всего, был уверен, что ты считаешь его тем ещё мудаком. И я думаю, что он должен был понять, что вряд ли ты сможешь помочь ему вернуть его долг. Как бы ты этого не хотел. Не, ну, конечно, может он надеялся, что ты ему дашь свои карманные деньги, но это типа пару копеек. Так, что ты пытаешься сказать этим? Да ничего, просто спрашивай. Ты уверен, что хочешь оставить всё так, как есть сейчас? Просто как ты можешь сидеть спокойно и хотя бы не вмазать ему по лицу за то, что он сделал с твоей мамой? Ну, учитывая, что это было очень внезапное воссоединение. Ты, наверное, всё ещё не знаешь, как поступать в этой ситуации, да? Однако, довольно редко можно увидеть, что... Маленький король Ло Цю или Ло Цю или Вундеркинд ведёт себя так нерешительно. Если ты хочешь, мне могу помочь тебе с тем, чтобы образумить твоего ОЦ. Ну, вот срань. Ты так откровенно пытаешься меня спровоцировать? Ну, не то, что я против. Ладно. Тогда составь мне компанию, пошли за этим ублюдком. Ну, вот это другой разговор. Чуть позже. Да, ребят, вижу, его быстро нашли. Это у нас остатки семьи лай. Ты действительно думал, что сможешь просто вот так взять и скрыться от нас, да? А теперь... Гони сюда миру. Кусок дерьма. Подождите, подождите, ребят, успокойтесь. Видите, я как бы тут, ну, типа красивый. Если вы слишком изуродуйте меня, мне будет ещё сложнее вернуть вам деньги своим телом. Это что, его семейная фотография? А, это... Ты что-то так запаниковал внезапно, Лерой Вэй. Мы уже выяснили, что ты, на самом деле, настоящий биологический отец. Вундеркинда. Ты, жалкий ублюдок, которому запретили вообще подходить близко к яркому городу более десять лет назад. Субтитры создавал DimaTorzok Так, это правда немного сложное. Мы думали, это просто ублюдок этого сорванца. И, к сожалению, мы никак не могли его использовать, учитывая наше положение в прошлом. Но сейчас всё изменилось. После того, как нами манипулировал Цао, потом использовал как пешек и выбросил Гоу Ран, мы, семья Лай, были полностью уничтожены. А, стоп. Вот это к чему. Мы думали, что ты просто отец этого сорванца, которого мы вряд ли сможем как-то использовать против него, именно самого отца против него. Однако, после того, как нас использовал Цао, а также Гоу Ран как пешек и выбросил, семья Лай была полностью уничтожена. Ммм, так вот в чём прикол. Но, заставить их заплатить... Ммм, нет, это не очень звучит. Но, кое-что мы можем ещё сделать, чтобы заставить их заплатить за содеянные. Семья Лу. Семья Лу. Семья Ли. И Арон Вэй. Они все. Твоей помощью, конечно. Лерой Вэй. Мы сможем добиться цели. Нам нужно, чтобы ты заманил своего сына к нам. Если ты это сделаешь, тогда мы забудем твой долг. Ты уже отказался от своей семьи, так что... Это хорошая сделка. К тому же, ты так сможешь ещё... Отомстить семье Лу за то, что они тебя выгнали. Ах ты ж ублюдок. Не нужно так спешить. Я обязательно верну вам всю меру. Поэтому... Ронни... Точнее... Арон. Не смейте его вмешивать в это. Ах ты ж ублюдок. Ах ты ж ублюдок. Похоже, ты до сих пор не осознаёшь в каком ты положении. У тебя нет выбора, ты не можешь нам отказывать. Так что просто заткнись и делай, как мы сказали. Это вы твари, те, кто не понимает, в каком положении находятся. Арон Вэй и Спригана. Точнее, Сприган. Как ты нас вычислил? Всё, ладно. Нам это как раз на руку. Молчать. Молчать. Хрони... Ты? Давай быстро с этим разберемся. Да? Хм, остатки семьи лай. Да? Я не знал, что ещё где-то скрываются они. Да, братан, ты действительно спас меня И Ронни Стал таким сильным Наверное, то, о чем говорили Эти ребята Э Не увлекайся, кусок дерьма Это что только что было, блин? Ты думаешь, что я буду относиться к тебе как-то по-другому Только из-за того, что ты до сих пор хранишь вот эту фотографию, да? Ара, на сын По дороге седая я все думал о возможных вариантах, почему ты пришел В чем может заключаться твоя настоящая причина, по которой ты пришел в столицу? Если не ос... Если я не ошибаюсь Так, стоп Если не ошибаюсь, вроде в конце года Годовщина смерти вашей жены, верно? Ну, как вы, наверное, знаете Меня изгнали из яркого города И я не могу посещать могилу Ниефи С тех пор, как она умерла Однако Ронни, в смысле Аарон Я слышал о том, что он работает в столице Так что в этом году я хотел, по крайней мере Увидеть лицо своего ребенка Которого бросил в прошлом Ну И просить денег я тоже собирался Это тоже причина Был очень сложно найти этот цветок Похожий на бирюзовую лилию Который растет в приморской пещере Яркого города Я хотел попросить тебя Ты не можешь положить это на ее могилу Вместо меня Да пошел ты кусок дерьма Если она действительно была тебе так дорога Это почему ты Не встретился с ней Пока она еще была живой Не важно, что тебе запретила семья Лу Приходить в город Вот что я тебе больше всего ненавижу Блюдок Хватит После разговора с тобой Я наконец-то понял Что у меня нету Ни одной причины Ни выгоды Просто бить тебя Ну это я заберу Мама наверное бы не отказалась А теперь Вбирайся отсюда Царанный отец Я так и сделаю Просто Членов семьи Лай можете оставить Нам Опа Ашин Сау А вы ребята Почему это я не знал Что здесь Могут скрываться Остатки Этой семьи Вы что Ни что сказали Ну потому что Не было необходимости Рассказывать кому-то еще О том Что для Хиюна Является пустяковым делом Да уж Неожиданно Видеть что дядя Лерой Тоже В этом всем Замешан Но благодаря всему этому Теперь мы снова Схватили их за хвост Нужно еще На раз тщательно Изучить Вот это гнездышко Ну что ж Тогда надеюсь Твоя семья Ли Разберется С Их Бизнесом По Бойца Одолжню денег Они выступали В качестве Растыщиков Или что-то подобное Чтобы ты Разобрался С последствиями Да Давай разберемся Как можно быстрее Со всем этим вопросом Это поможет Построить Хорошее отношение Между нами Да уж Вы действительно Быстро сюда Приехали Неужели Это означает Что мне Больше не придется Ничего Возвращать Сим Елай И так ли Ура Вот это Удача Ну полагаю Тебе чуть-чуть Повезло В этот раз Но скорее всего У тебя есть И другие Долги Не так ли Верно Похоже Что несколько Коллекторов Уже Узнали О местонахождении Лероя Сана Ну и Судя по тому Что я узнал В столице Очень скоро Пребудут Больше Таких людей Эх ты Шублюдок Ты действительно Ни на что Негодный Ну Как будто Не было Сейчас не время Для этого Мне нужно Немедленно Покинуть Столицу Ронни Братан Сприган Берегите Себе А я Пошел И таким Образом Лерой Быстро Исчез Ашин И Цао Также Покинули Это место Чтобы разобраться С тем Что Осталось От семьи Лай Здесь А Ван И Арен Решили Вернуться К своим Товарищам Отсрэнь Мне кажется Что ты видел Опять очень Дерьмовую Мою сторону Ну уже поздно Сожалеть об этом Ну разве Не все хорошо Закончилось В итоге В конце концов Отношения с человеком Которого выбрала Твоя мама Даже спустя Столько времени Ты полностью Их не разорвал Эти вузы Слушай Не надо Говорить со мной Так будто Ты все знаешь Это не менее Этого факта Что он Ни на что Негодный Ублюдок Я до сих пор Ему не могу Простить И скорее всего Никогда Не смогу Потому что Он причинил Столько Несчастья Боли Моей матери Но если бы Я оставил Все как есть То думаю Что я бы Чувствовал На душе Какой-то груз Поэтому С этой Точкой Зрения Я действительно Рад Что Мы все-таки Пошли за ним Ну Раз ты так Думаешь Это действительно Здорово Это прямо Доказывает Что ты Повзрослел Я же сказал Что у меня Это раздражает Хватит Я так и думал Это кровь Прости Ворони Если бы Все закончилось На моем поколении Однако Учитывая Что На твоей стороне Столько Хороших Людей Сейчас Может быть Ну Наверное Не мне Об этом Говорить Не Это был Как раз Тайкон Это собственно Да Блин Что-то сложно Короче Что-то Насчет Крови Уз Короче То что Он Что-то Как бы Стал Это Бременем Без текста Это Слишком Сложно Короче Он Короче Благодарен Вану Что Пересмотрелся Без взгляда Без Тут Пока Что Остановимся И Продолжение Следует Тай Продолжение следует...